Погуляли, пора браться за работу. В честь Международного женского дня Приморский центр занятости населения организовал ярмарку вакансий для женщин. На акцию поспешили более 10 работодателей. В списке предложений 40 специальностей на любой вкус, опыт и график. Большинство вакансий в этот раз ориентированы на представительниц прекрасного пола. Безусловно, ярмарки – это очень полезный инструмент для поиска новых соискателей. Нашей компании требуются финансовые консультанты и начальники отдела продаж. В данном случае наше агентство рассматривает таких кандидатов. Мы ищем целевую аудиторию женщин и мужчин, преимущественно у 30 лет. У нас очень обширный формат обучения в компании, причем за счет компании. И мы ищем людей, которые хотят работать с людьми и зарабатывать деньги. Несмотря на то, что Приморский рынок труда является рынком соискателя, на 10 тысяч безработных приходится 60 тысяч вакансий, многим найти работу непросто. Почти 78% предложений, размещенных в базах службы – рабочие профессии. Спрос на вакансии по рабочим профессиям. В основном это строительные профессии, это плотники, штукатуры, маляры. Соответственно, обращаются к нам граждане, имеющие высшее профессиональное образование, хотят трудоустроиться юристами, менеджерами. В связи с этим, потребность со спросом не соответствует потребности спроса. Еще один камень преткновения – заработная плата и наличие высшего образования там, где оно, казалось бы, не так уж важно. Например, у нас профильным образованием является это юридическое, экономическое, социальная работа. Ну, из тех, кто были предложены кандидаты, двое были только с профильным, остальные с непрофильным. И, к сожалению, мы их пригласить к себе даже на собеседование не можем. Платить много не собираются. Так, при средней заработной плате в Приморье в 30 тысяч рублей работодатели на ярмарке вакансий предлагают среднюю оплату 20 тысяч в месяц. Ну, как я могу остаться без работы в таком возрасте? Нигде уже не берут. Ну, на какую можно рассчитывать зарплату? Ну, тысяч 20, 12 предложили, вот, 13. Да, зарплата меня как бы не очень интересует. У меня сложности в том, что я ищу работу, у меня вторая группа, в общем, очень тяжело найти. Поэтому я сюда постоянно езжу. Работы много, но единственный минус, что в основном работодатели, они требуют сотрудника именно с опытом работы. Вот, я считаю, что это сейчас проблема. И по своему опыту я могу сказать о том, что бывают сотрудники с опытом и не знают того, что знает сотрудник без опыта. Дело все-таки в том, какие знания ты получил в период обучения. Заметим, что рынок труда меняется с продвижением технологий. Все более востребованными становятся IT-специалисты. По-прежнему актуальны профессионалы в сфере продаж и закупок. Большая часть вакансий, порядка 80%, сосредоточена в крупных городах края, таких как Владивосток, Артем, Находка, Уссуриск. А вот в Арсении, Вифокино, Лесозаводске и Дальнегорске работы критически мало. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.